Является испанец Карлос Перуга, ему помогают Артём Лаврухин, ага, Сретен Радович, вот. А комиссаром матча является наш знаменитый арбитр Сергей Фомин. Тренеры, значит, тренера Уникса вы уже знаете, Дмитрий Сприптис, третий сезон с командой. А тренер греческого клуба, я сегодня с ним познакомился, Георгиус Ятрас. И мне понравился взгляд этого специалиста на игру своей команды. Хотя вот мне, как сыну Александру Яковлевичу, мне обидно, когда мне говорят, что этот турнир очень хороший, очень качественный. Но мы его рассматриваем в качестве. Нам не главное здесь победа, нам главное просмотреть игроков. Ну, наверное, об этом может говорить человек, который проиграл полуфинал и который играет матч за третье место. Был бы он в финале, вряд ли бы он говорил, нам не важно, как мы в этом финале сыграем. Игорь, ты знаешь, я вчера подошел к Дэвиду Блату, но мы давно знакомы. Я ему сказал, что я очень расстроен диагнозом его, что мы здесь, наши плечи, его плечи, обопрись. Вот, переводил плакат, который вывесили на английском языке специально для Дэвида. Пока ты не сдался, ты не проиграл. Классный плакат. А потом мы заговорили о том, о чем мы всегда разговариваем при встрече. И он мне сказал, что да, что для Олимпиакоса это большой удар по самолюбию, не играть в высшем дивизионе греческого национального чемпионата. Что да, ему как тренеру очень сложно представить себе, когда для Евролиги один состав и совсем другой состав для матчей второго дивизиона. И он не знает, как для него это будет проходить. Может быть, для игроков легче, а для тренера нагрузка увеличивается только от этого. Ну, в общем, поговорили. Но его взгляд на... И он профессионал высокого класса, вы же понимаете. Для него это все равно вот этот вот предсезонный турнир, в котором главная задача посмотреть, кто на что способен в команде. Представляю участников пятерки. Да, у нас стартует уже игра. И в центре прыгает тоже новичок Уникса. Здесь Алекс Таес. 2-0-3. Опытный уже американский форвард. Его задача сегодня, видимо, будет работать по большей части как раз против главного большого соперника. Очень активен здесь на ногах Дмитрий Узинский. Номер 13-й Уникса. Тоже новичок, пришедший из Нижнего Новгорода. Помешает как раз сопернику посмотреть на кольцо. Третий номер это Эрик Маккалом. Наверное, главный звезда этой команды еще один защитник Джамар Смит. Номер 15-й. И 27-й Андрей Кащеев. Который по вчерашнему матче не выходил вообще, так же, как и Павел Сергеев. Поэтому сегодня Дмитрий Сприфтис, очевидно, даст и тому, и другому даст поиграть. Мы сегодня еще ожидаем выхода на площадку возвращенца. А Лера Лиходей в составе. Вчера он не был в заявке. Ну, а у Прометеуса второй номер Бэб. Третий номер Саша Липовый. Дмитрий Богрис под 31-м номером. Под седьмым номером Аграванис. Это его был бросок. И, наконец, под первым номером играет разыгрывающий Холл. Ну, посмотрим. Пока 0-0. Да, команда, состоящая тоже из достаточно интересных игроков. Которые будут действительно пытаться забраться еще выше внутри своего чемпионата. Хотя, вот, наверное, вы говорите, что вы не переживали за ЦСКА, за серию плей-офф. Наверное, и, как бы, Панатя Нейкос тоже не особенно переживал внутри своего как раз первенства за итог всего чемпионата. После того, как отказался выходить на площадку Олимпиакос, конечно. Сфалил Липовый, сфалил на... Кто бьет на Маколами, и тот открывает счет. Да, 32-летний звездный атакующий защитник. Метр девяносто роста, очень сильный исполнитель, с большим количеством навыков. Но младший брат лучше. Младший брат лучше, но они очень похожи. Если смотреть на эту игру, действительно возникает ощущение, что между ними что-то есть. Просто младший брат, он сильно младше. То есть, там, разница в 5 лет, она огромное значение имеет. Да, 4-5 лет. Соответственно, у Эрика Макколума были все шансы и возможности, опять же, играть в НБА, биться за состав где-нибудь там. Но одно дело играть на гарантированном контракте в Европе, а другое на абсолютно негарантированном контракте в Америке. Опять же, вылетишь из американского чемпионата, и что ты будешь дальше делать? Кусать локти. Не попал Липовый со своей точки. Атака у них с Джамар Смит. Таес будет бить в конце концов? Будет. Но левый полухрюк забил. Непростой бросок. Да, тем более через Богриса, который 2.11 роста и очень тяжелый. Здорово Таес с ним разобрался. Красивая комбинация. Макколум пытается помешать сопернику забить. Говорит, что был вертикальный вверх. Он был в прыжке, так что здесь он все, что угодно может говорить. Это чистый фолк. Ну да, тем более, он такой маленький ведь игрок. Он пытается изобразить сопротивление, пытается сопернику, наверное, просто не дать забить с фоллом. А вот здесь такая большая проблема, что залетел еще и мяч. Вы должны понимать, Игорь, и ты должен понимать, что подстраховка, когда она идет со слабой стороны, и это маленький игрок, то после того, как большой получил мяч и выпрыгивает на кольцо, все закончены у тебя возможности. Когда большой игрок, понятно, что он может там наверху побороться. Пробежка у Смита. Вау, Джамара Смита загнали в, казалось бы, не самую сложную ловушку, двойная опека на своей половине. Претензии к Кузинскому и Макколову. Что же вы его без помощи-то оставили? Да, он оторвал. Правую ногу оторвал. Это третий шаг. От пола оторвал. Не от тазобедренного сустава. Ну, у него было еще время, чтобы чуть-чуть подумать. Но да, в любом случае, потеря. Еще одна красивая тут намечалась комбинация у Прометеса. Смотри, Агрованис Бобрису не отдает передачу. Хорош, Тарис. Просто хорош. Агрованис сам уже активно использует здесь свои возможности. В начале этого матча уже несколько попыток проходов. Вчера, понятно, что против ЦСКА мало кто показал хорошие цифры в составе этой команды. И у Агрованиса было только три очка за 15 минут. Только один забитый двухочковый. Все остальные. Они же, Агрованис и Бобрис, это же новички. Они в прошлом году, в Прометесе их не было. И знаешь, я что хочу сказать. Вот нельзя верить протоколам. Много лет Агрованису пишут 208 сантиметров. У него 2,5 это максимум, а скорее 2,3-2,4. Но ноги хорошие. Баскетбольные. Ну или кроссовки высокие. Нет, я имею в виду, что он из двух ног хорошо выпрыгивает. А уж с одной-то просто высоко. Кроссовку придумали все-таки игроки греческой команды. Побежал Джамар Смит. В этот раз никакой ловушки, никакой двойной опеки далеко. Рядом с ним Макколом пытается оторваться. Ушел от соперника. И против Криса Бэба двоечка. И передача не прошла. Ее сбили. Сбили, точнее, руку. Макколом этот пол. Бэб спалил на сколько я бы ему. Это хорошая, с одной стороны, привычка американских баскетболистов. Реагировать на движение мяча даже в руках соперника. Они фехтуют руками. Но достаточно часто и полят. В НБА такие полы свистят крайне редко. Макколом плохая передача. Загнали его по лицевой. И он не смог ничего хорошего придумать, кроме как отдать уже прямо в руки сопернику. Но быстро атакой Прометез не воспользовался. Играют позиционно. Сейчас 16 секунд. Лэнгстон Холл посадил в себе на спину как раз Эрика Маковому. И хороший средний бросок. Отличная работа Богриса. Он и вчера такие забивал. Он против ЦСКА набрал 8 очков, по-моему. Из них это были вот такие три броска. Для Богриса это вообще определяющий сезон. Потому что еще, опять же, год назад, играя в большой команде, у него было мало времени. И в Евролиге он набирал в среднем меньше, чем по 2 очка. Здесь понятно, что попытается доказать, что у него есть все. А это Джамар Смит, которому уже доказывать ничего не надо. Ой, какая обидная ошибка от Уникса. Очень не характерна для этой команды Кощеев-Зевну. Я хотел про Богриса добавить. Его же вычеркнули из списка кандидатов в сборную Греции. И на сборах по подготовке команды, национальной команды к чемпионату мира, в Китае он даже не участвовал. А Агрованис участвовал. Наверное, это тоже удар по самолюбию. Все-таки, да, для 30-летнего игрока. Но вот греки в том числе используют своих... Того же Принтезиса, который мы чуть позже увидим. Смит на подборе. После промаха Бэба. Никуда не торопится Уникс. А ничья, между прочим, 7-7. Да вот интересно, как в этом году Уникс будет разыгрывать мяч. Все-таки год назад у команды огромную роль в нападении. В качестве именно основного плеймейкера создавал и имел Иерия Хенри, который, ну, надо отдать ему должное, умеет играть в баскетбол. Но вот теперь два игрока, которые нацелены больше не на работу, на команду, как Хенри, а на свои собственные действия. Да, что Джамар Смит, что Эрик Макколом, они элитно атакующие игроки, но не создающие. Что вы думаете о будущем, вот именно плеймейкерских функций Уникс? Мне очень нравится работа Прифтиса как тренера. Я уверен, что он что-нибудь придумает. Хотя, конечно, вчерашнее не появление на площадке Паши Сергеева меня несколько напрягло. И еще. У них же Макколом, Смит. У них есть Мансарис, который элитный разыгрывающий европейского, не мирового, а европейского уровня. И здесь у меня выстраиваются предположения, что у Уникса в позиционном нападении уже есть две модели. Одна с Мансарисом, а другая с Макколом и Смитом. Но Мансарису ведь тоже нужен хороший атакующий защитник в пару. А трех человек на задней линии. Ротация не глубокая. Надо придумывать. Ну да, все-таки был сначала Колом, потом был Хенри. И вот теперь посмотрим, как Макколом и Мансарис работает. Один на один работает Эрик. Отходит от соперника. Бум! Три плюс один. Второй пол у Липового. А степбэк-то хорошо был исполнен. Обратите внимание на повтор. Остановка. Прыжком. Причем он первую ногу опустил левую, а он правша. Это тяжело. Но забил. Забил. Рука классная. И фол дали Липовому не потому, что он как-то так соперника в воздухе подбил, а потому что он просто пошел в позицию приземления игрока. Так что ноги его и ноги Макколом оказались примерно в одной точке, а все-таки надо бросающих в прыжке защищать. Но Макколом честно все сделал. Ни шпагатика не делал, не выбрасывал ноги вперед. Я опять вспоминаю чемпионат мира, который только что закончился в Китае. Какой был ужасающий, низкий уровень судейства. Так. Стоп, вот даже здесь вот левая вершинка. Отсматриваю. По какому-то... Ну, трехочковый, скорее всего. Три или два очка считать. А по какому-то конкретному эпизоду у вас... Там были моменты... Их было много, это понятно. Но вот в правилах уже это написано. Игрок, выполняющий бросок, выбрасывает ноги вперед. А фолл дает защитнику. Это ни в какие ворота не лезет. Мы за тысячи километров на экране телевизора это хорошо видим. А судьи даже не идут пересматривать этот момент. Хотя это ошибка сразу двух арбитров из трех, находящихся на поле. Да, это проблема, которую Фиба, ну, наверное, будет пытаться решать. У нее как раз есть время, чтобы... Ну, как бы на Олимпийских-то играх, понятно, что это другая ситуация. Там все-таки прям совсем элитные будут русские баллисты со всех сторон. Да, судьи. А вот судьи мы посмотрим. Крис Бэб ушел от МакКоллама. И трехочковый Агравонис полетел. Не было здесь нарушения правил. Тайс на подборе. И опять Эрик. Много времени пока проводят. Вот они вдвоем здесь с Джамаром Смитом. Должен этот эксперимент. Наигрывает Брифтес. Опять Эрик один на один. Мы с тобой замену пропустили Хокур Палсон. 24 номер вместо Узинского появился. Легкий форвард проталкивает. И не протолкивает. А вот Кащеев как здорово обыграл соперника. Поймал его на показе в правую сторону прохода. Тайс вторая попытка. Плохая передача, но спасает все тот же Полсон. Сам заряжает три. Нет. И подбор уже за Лэнгстоном Холлом здесь. С помощью большого он его совершает. Диагональная передача не прошла. Джамар Смит чуть ли не впервые в своей карьере отработал обороне. Нет, у него вчера было два классных перехвата. Нет, он тут согласен. Ладно, перехват это не всегда показатель. Руки длинные, хорошая стартовая скорость. Если внимательно играть, он может. Но он не всегда, как тренер говорит, сконцентрирован. Очень легко. Технично и легко. И Джамар Смит, Эрик Макколум действительно могли бы, могли бы играть в NBA, могли бы пригодиться каким-нибудь командам и использовать свои как раз атакующие навыки. Но действительно все упирается просто в зарплату и в нежелание биться с огромным количеством игроков подобных габаритов. Получил сейчас, ну это проход Джамара Смита, наслаждаемся. А в предыдущей атаке греческого клуба фол получил Макколум. И опять ситуация, в которой он, маленький, самый маленький на площадке, со слабой стороны пришел на подстраховку. Нельзя его ругать за это. Он работает на команду как может. Замена вместо Тайоса Клименко. И Мансарис под 17 номером вместо Смита, как ни странно. Ну вот, кстати, вы тоже, вот вы же много, вы много тренировали, вы вот в это дело сильно увлечены. Игрок, у которого нет навыков, чтобы выполнять определенные функции. Да, например, вот маленький защитник. Он очень старается в обороне, но он, как бы иногда бывает, лезет слишком активно, пытаясь показать, что он что-то может. Хотя все равно с ним разбираются. Вот нельзя все равно ругать никогда. Позволь рассказать историю. Значит, не из своего опыта. После Душина Ивковича команду ЦСКА принял это Ремесина. Мы познакомились, дружим до сих пор. Вот. И я вспоминаю, как Мессина ставил эту защиту с подстраховкой от пятого человека со слабой стороны. Шагом. Меня это раздражало на каждой тренировке. И я ему говорю, почему ты не заставляешь их трудиться? Ведь прежде чем трудиться, надо натренировать им головы. Ох, какой мяч забил Макколом. Красавец. Всех перевисел. И Папа Лукас, Холден, Пленден, тогдашние маленькие в составе ЦСКА. Чему их научил Мессина? Они на эту подстраховку прибегали намного раньше, чем сейчас Макколом. То есть они прибегали к игроку, которого они страхуют, до того, как там появлялся мяч. И занимали какую-то позицию. Чтобы подставиться под фолл нападение в том числе. Или перехватить, если передача низкая. Ну что, у нас три минуты до конца первой четверти. И приходится брать тайм-аут Прометеусу. Потому что нет ответа ни на Джамара Смита, ни на Эрика Макколома. Два этих вот сильных исполнителя зарабатывают на себя очки. Очень хорошую передачу в предыдущей атаке отдал нам. Это опять мяч Макколома, которым я восторгался. А Клименко забил первый мяч в матче. И удачно, высоко над уровнем кольца, обработал мяч и отправил его в цель. Ну, что бы сегодня, наверное, не сделал Артем Клименко. Вчерашний свой главный момент, свой хайлайт он не переплюнет. Когда он через молодого Итана Хэпа, новичка европейского баскетбола, после подбора в атаки воткнул. Так что чуть не оторвал кольцо. Яркий получился эпизод. Так что он так со злостью, как будто бы давно на площадку не выходил, как будто бы давно сверху не забивал. Было приятно посмотреть. Такой взгляд еще после этого был, типа, ну, как бы, кто еще? Кто еще хочет со мной постоять под кольцом? Какие данные у Артема? Фантастические. Он же и координированный. А вот что-то сделать с ногами. Не всегда 2.16 достаточно для того, чтобы выигрывать подбор или подчищать под кольцом ошибки товарищей в обороне. Надо прыгать. Ну, как бы, да, безусловно. Прыгать вообще баскетболистам нужно. Просто мне чуть сразу захотелось провести параллели с Николой Йокичем, у которого за там прошлый сезон в NBA трипл-даблов было больше, чем бросков сверху. Что для 2-15 игрока достаточно странно. Ну, вот, как бы он не прыгает, тем не менее, да, за счет правильной работы ног. Он гений. Не спорю. Аграванис здорово защищается. Полсон здесь. И тяжелый бросок приходится исполнять. Забил, тем не менее, Аграванис. Отдадим ему должное. Активно лезет. Аграванис использовал свое преимущество в росте. Понимая, что он и весит больше. Да, он 2.08. Ну, нет. Я уже об этом говорил. Ну, когда 2.08 по протоколу. Может, 2.05. Артем! Не понадобился. Макколан сам забил. Да, Эрик Макколан чувствует себя комфортно, выходя вот на эти бросковые свои точки любимые. Слева под 45 одна из как раз его самых хороших. Плюс любят эти проходы под кольцо с бросками-флоутерами подвесными. Лэнгстон Холл на Бэба. Не меняет пока эту пару защитников. Ого! Интересно. Бэб решил так пообщаться с Евгением Колесниковым. Взял его, просто оттолкнул. Евгений спрашивает, говорит, какие у тебя есть проблемы, дружище. Не знаю, Женя. Характер достаточно давно. Бэб. Вот-вот-вот нам показывают повтор этого момента. Бэб против Колесникова не выстоит и 5 секунд. Колесников хороший, да. Колесников неуступчивый. Ну, просто он выглядит как тот, над кем, наверное, можно было бы поиздеваться, думают американские игроки. Не особенно знакомый с, да, с европейским баскетболом. Женя будет доказывать. Пока, вот, смотрите, набрали греческие баскетболисты на всю команду 14 очков. Из них 12 на счету Аграваниса. Он сегодня проводит классный матч в нападении. Колесников первый раз по кольцу бросает неудачно. Элис мяч забрал и в нападении не успел. 42-й номер. Это Колесников получил. Добраться до этого мяча в прыжке он не мог. Он понимал это. Соперников отталкивал локтями. Замена уникс. На площадке появляется Валерий Лиходей, номер 11. Ну, вот мы дождались. Валера Лиходей вышел. Да, приятный момент. Получается на одной позиции в Узинске в старте, потом Палсон, а теперь Лиходей тоже на позиции... А, нет. Лиходей вышел на своей тяжелого форварда. Просто на площадке три маленьких. Колесников, Макколом и Мансарис. Очко своей набрать. Воп! Пока действительно... Вопрос, давай, кто-нибудь еще вообще хоть что-нибудь забивал? Такое ощущение, что только вот он как раз и попадал. Богрис забил еще два очка и все. На самом деле это уникальное выступление. Мы как-то вот этому не посвящаем. Да, отдельно как бы часть нашего репортажа. Но все-таки набрать больше там десяти за четверть. На самом деле почти все очки команды. А еще четверть первая не закончилась. Пока мы с вами наблюдаем какое-то выдающееся выступление этого игрока. Да, Богрису всего лишь только 24 года. Может быть, кстати, он продолжает расти, поэтому он до 2.08 дойдет. Итак, Мансарис далеко. Спокойно будет разыгрывать. За слон пошел. Сколько этот прессинг времени убил. Ой, какая передача-то хорошая. И забить только 2 плюс 1. Жалко, Артему не удалось донести. Почему он не сверху, а? Сверху, потому что правой ногой не толкается. А почему не левой рукой, я не понимаю. Посмотрите, передача отличная. Вот он, хоп. Левой ногой толкался и ошибся. А мяч все равно на правую руку перекладывал. Да, не хватает. Не хватило здесь как раз вот немножко. Ну, школы. Я хотел сказать атлетизма, но не знаю. 22-16. Артем на линии. У него, на самом деле, неплохие показатели. Он имеет хорошую роль уже достаточно давно. Играет около 10 минут. Там что в Еврокубке в прошлом году играл 9 минут. Он набирает свои 4 очка с двумя подборами. Там с полблокшота примерно делает. И передачка может отметиться тоже. Действительно, некоторые матчи, которые он проводит, ты прям смотришь и думаешь, что это вообще лучше центровой России. Но таких матчей, к сожалению, не очень много. Первый признак класса – это стабильность. Лэнгстон Холл сведение на заступил. Это двухочковый бросок. Не-не-не, вышел небольшого роста Паша Сергеев его держать. И у Холла сразу эта американская уверенность в себе прорезалась. Против прессинга. Причем зонного Колесников не должен. Вот бросать может и правильно делает. Причем Мансарис так спокойно. То есть его загоняет в эту ловушку в углу площадки. Это достаточно непростой момент для любого плеймейкера. А он так не думая. Маленький шаг в сторону. Аккуратная передача под бросок. Ну, тут нужно диагональное движение Колесникова на свою точку отметить. То есть Мансарис видел и ждал, пока партнер... Опа! Тоже со степбэком не залетает трешка. И 9 секунд на владение. Мансарис сам будет разыгрывать. И сам же бить будет. Возможно. 4 секунды. Разворачивается. 3-2-1. Решил отдать. Передача не проходит на лиходее. И со счетом 26-18. Вполне себе результативная первая четверка с вами. Уходим на небольшую паузу. Посмотрим на группу поддержки. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Гораздо выше. Причем все. Передача 3-4. Ну вот, пожалуй, что интересно, как мне показалось. Пока Алекс Таес на площадке у казанцев. Они под счетами царят. Таес забирает большое количество подборов. В первой четверти, по-моему, аж 5. Да, 4 подбора на своем, один на чужом. У него только 2 очка при этом. Зато 11 набрал Макколом. И в ответ 14 набирает Дмитрия Саграванис, который пока вот почти все наши лучшие моменты со стороны греческой команды и забрал себе. Опять зонный прессинг. Опять зонный прессинг. Там Лоуэри появился на площадке с его необух... Опа! Мансарис перемудрил. С передачей перемудрил. Да, Роберт Лоуэри с действительно уникальной прической. Ну, как бы вот издалека сейчас не очень понятно, что вне уникального. Когда он распускает свои дреды, они доходят ему до поясницы. Коцевелис под 19 номером. То есть пара защитников Коцевелис Лаури. А, еще и Косилакис. То есть три игрока сразу на площадке с первой минуты второй четверти. Октавис Элис. Которые в первой четверти не появлялись на площадке. Ну да, Октавис Элис сыграл 4 минуты. Ничем особенным не отметился тоже. Вот для него возвращение и возможность напомнить, какой он имел роль. Ой, какая ошибка-то обидная от Павла Сергеева. А мяч-то теперь будет выносить Кощеев. Не, не Кощеев, Узинский из-за лицевой линии. А вот еще одна возможность. Валера Лиходей за слоном помог. Сергеев перевел все-таки через центральную линию мяч. И только здесь скомандовал, поздновато скомандовал, какая комбинация. Ну да, то есть 8 секунд потратили только на то, чтобы оказаться на чужой половине. Мансарис аккуратно, не торопясь, спокойно смотрит моменты. Какой отлично обыгрыш. Лиходей сам же на подборе. Клименко вторая попытка и полукрюк правой заваливает. Я, кстати говоря, вот не понял, Игорь, почему Валера Лиходей не пошел до конца. Забивать мяч, вынося его к самой дужке кольца. Молодцы! Судьи фол свистнут, к сожалению. Я Сергеева с Мансарисом хвалил в этом моменте. Агрессивно в защите. И как мне показалось на мяч. Он делал Мансарис номер 17, первый фолл, фэст фолл. Да, новая замена. Причем все-таки я вот сам себе вопрос задавал. Будет ли сегодня использовать греческий специалист, своего самого молодого игрока. Вышел под 72 номером. Я специально перепроверял 2003 года рождения молодой человек. 2003. 16 исполнилось 2 месяца назад. Да, зовут его на лифтерис Мансука с 2-0-3 форвард, который уже задействован был даже в предыдущем сезоне греческого чемпионата. Выходил и там, ну набирал немного, но все равно проводил какие-то минуты, около 10 за матч. В таком прям юном возрасте еще одно интересное греческое дарование. Лиходей один на один отдает поработать Клименко. Личный амплитудный разворот в исполнении Артема. Вот видно было, как он своим правым плечом сопернику чуть голову не снес. И бросок-то левой рукой. То есть понятно, что Элис намного легче весом, но надо же было все это исполнить. Молодец, Артем. Ну то есть когда он залез вот в эту уже позицию, да, там полтора метра до кольца, его там уже не остановить. Тогда еще надо залезть. Нарушает правила Лиходей. Наверное, необязательный фол. Но, по крайней мере, это начало четверти, поэтому по команды проблем нет. Я в прошлом году обращал внимание на дисциплину в Униксе командную. Когда игрок, чей подопечный, ставит за слот, обязательно предупреждает. Причем левтрайд на английском языке. Ах, недостает, к сожалению, Артем этот бросок. И владение остается у Уникса. На подборе никто помочь. В итоге Артем не был готов. Продолжаю свою мысль. А Лиходей сейчас товарища по команде не предупредил. И поэтому произошел вот этот размен, в котором Лиходей вынужден был нарушать правила. Да, сегодня мы тоже смотрим, какую комбинацию больших будет использовать Дмитрий Сприфтиз. То есть будут ли играть вместе, например, Таес и Клименко. Нет сегодня Каймакаглу, который тоже мог бы добавить ротации большие. Каймакаглу сегодня отдыхает. Мы посмотрим, пока Артем не готов отсюда атаковать. Павел Сергеев за слом получил. Сведение три. Бум! Хороший бросочек. Молодец, Паша. Вот с броском у него с юных лет все хорошо. Вот сейчас дал своему сопернику пройти, обострить. И свободный трехочковый. Забить, правда, не сумели греки. Подбор за Элисом. Ну и вмешался молодой. И трехочковый Роберт Лаури. С как раз своими потрясающими длинными тредами. Вот нельзя, вот нельзя не замечать этого игрока. Он просто вот слишком яркий, слишком бросается в глаза. Внешне. Да, только внешне. К сожалению, наверное, для него. Но вот агрессивно работает в обороне. Здорово цепляется. Пусть даже это не перехват, но оставил сопернику 9 секунд. Узинский залез туда в угол и знал, что будет делать дальше. Передачу Клименко перекрыли. А назад вернуть мяч ему нужно было взять мяч в две руки. И Ривдис что-то с арбитрами обсуждает. Вот насколько же разный баскетбол действительно у них демонстрирует, когда управляют игрой Мансарис, да, или кто-то вот из американских как раз атакующих защитников. Интересно, можно ли это сочетать? Можно ли играть вот... Мне не очень нравится сочетание Мансарис-Сергеев. Согласен. Я к Паше отношусь с большой любовью и симпатией. Но ему нужен мяч. Если вы используете Сергеева как ролевика-снайпера, так делайте для него комбинации. А что он просто так на... Момент для атаки, когда он треху забил. Он же создал себе сам. Да, и то, потому что атака была сломана, ему надо было его как-то спасти. А Мансарис на него внимания не обращает. Элис получает ответную перед... Ай! Красиво разобрался Роберт Лаури. Поднял двух сразу соперников в воздух. Оба игрока Химок очень хотели заблокировать. А кому фол? По фол фола выпишем. Кащееву. 27-й номер. Это показал Радович. Я с уважением отношусь к этому арбитру. Он опытный и баскетбол хорошо понимает. А то, что он нашел Кащеева... Ну, Униксу-то это выгодно, я бы даже сказал. Что не Клименко фол получил. Не центровой. На Уникса большое преимущество. У нас плюс 12. Эрик Макколом, который отыграл почти всю первую четверть. Самый результативный. 11. И... Они сидят со Смитом. То есть, вот смотри. Все идет по плану. Все идет благополучно. И Привтис. Основную пару защитников во второй четверти. Ну, правда, пошло. 3.40 всего, да? Второй четверти. Он их не использует. Просто интересно, что Клименко 8 набрал. Мы тоже так вот говорим. Клименко забивает тут, забивает тут. И вот уже 8 очков. Это, на самом деле, очень прилично. Это двойная его результативность прошлого седона. Два очка после подбора. Два очка со штрафной. И два очка этими хорошими. Ну, я называю это полукрюки. Хотя... Господи, Дима. Дмитрий Узинский забыл мяч. Намылили его, что ли? Мяч. Но Узинский это все равно. Это хорошее приобретение. Интересный, конечно. Интересный наш игрок, у которого очень неплохо получилось год назад. Тоже вот активно шуметь с Нижним Новгородом. Проход. Тяжелый бросок себе Роберт Лаури придумал. Не попал. Бежать, 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 бежать. Уже Клименко на позиции. Ай-яй-яй, сам расстроен Артем. Нет-нет-нет, это не Артема ошибка. Это ошибка Мансариса. 2.16. Куда ты ему в ноги передачу даешь? Как ее поймать? Понятно, что... Ну, ага, там был рикошет. Там был рикошет от защитника, который чуть-чуть эту передачу сделал. Это был Крис Бепп, кто коснулся мяча. Поэтому она в колени-то и полетела. И поэтому не успел просто вот скоординироваться на... Тайо вместо Клименко. Клименко и Смит вместо Сергеева. Сейчас посмотрим, как Мансарис со Смитом вместе. И комбинация больших как раз Кащеев вместе с Тайесом. Но вот они вдвоем пошли под самое кольцо. Потеряли игрока на дуге. Но проскаткой точно нет. Второй раз подряд Узинский подбор. Своим щитом забирает. Не забывает об основном предназначении. А Мансарис, между прочим, еще ни разу по кольцу не бросил. Тайес занимает позицию. Но все-таки слишком глубоко он туда залез. Как-то вот соперника слишком сильно оттолкнул. Знаешь, вот этот парень Коцевелес. Я его вижу не первый раз. Третий, четвертый. Он очень, несмотря на такое разыгрывающее телосложение, но он очень физически сильный. И вот сейчас он Тайесу сопротивлялся, потому что его здоровье позволило. Чем-то напоминает и издалека с Лукаса. Отличный контроль мяча, контроль тела. Прекрасный тут контакт в воздухе. Тайес. Это Косилакис. Да, Тайес. Но я тебе хочу сказать, что он в Астане был самым результативным. И забивал там по 16-17 очков за сезон. Очень красивый бросок. Тут, как бы, да, претензии предъявляет он, что не был свист в пол. А момент очень хороший. То есть он левой рукой держит соперника, не дает ему сделать блок-шот. О, повтор. Да, вот. Ну, фол можно было дать, дать, потому что Тайес там уже активно клал, так шлагбаум ему на голову. Который раз? Ну, вот сейчас и для зрителей, и для тебя. Баскетбол контактный вид спорта. Не опускал свою руку Тайес. Своей левой рукой Косылакис эту руку оттеснял. Они здоровые ребята. Не надо ничего свистеть. Правый суть. Они в глаза друг другу пальцами не тыкали. Они не били друг друга по голове. Это баскетбол. Не могу не согласиться, но привыкли его смотреть немножко другое. Да нет, очень много от судей, от их концепции. Не от того, что видит, не видит судья, а от того, как он это интерпретирует. И к любому арбитру можно приспособиться, если арбитры на поляне интерпретируют моменты одинаково. И Евролига решила эту проблему. Арбитры, которые выходят судить матчи Евролиги, арбитры, которых приглашают судить матчи Единой Лиги ВТВ, они в принципе правила все читали и интерпретируют их. Опа! Вырвались. Можно бить. Мансалис не смотрит на кольцо. Кащеев. Он смотрит на партнеров. Для него это имеет большее значение. Красивый мяч понес Лиходей. Не дотащил немножко. Узинский, извини. А, это Узинский. Узинский. Ну да. Ну действительно красивый. Аль Лиходей сейчас кого-то поменяет. Вот он встал со скамейки. Да, Эрик Маколов тоже интересно. Будут ли... Нет, Мансалису пора отдыхать. Он отыграл тоже приличный отрезок. Первый четверти заканчивал. И во второй сыграл 5-25. Да, то есть опять то же самое сочетание защитников, с которого стартовали. То есть никаких экспериментов там с Павловым Сергеевым не будет. Или с тремя защитниками тоже. Получается четвертая смена тактики. Сейчас два маленьких, три больших. Узинский тоже, хоть он и маленький форвард, но выше двух метров. А было два момента, когда играли в три маленьких, два больших. Но честно говоря, Мако... Удачная игра сегодня в допадении у Маколома. Но Маколом-Смит это очень острое сочетание. Может быть не такое острое для обороны, но в атаке они способны набирать столько, сколько захотят практически. А у Маколома... Я-то думал, что это третий фол, а у него первый. Он так аккуратно, как бы он свои фолы расписывает на партнеров. Говорит, ты не против, если тебе фол запишет? А у Смита-то ни одного фола вообще. Только он же не защищается. Зачем нет? Маколом хотя бы, как и его брат младший, они действительно стараются в обороне. Просто у них не очень большие размеры, чтобы как-то вот оппонентов останавливать. Поэтому пытаются действительно вот где-то перехватывать или где-то просто мешать своим присутствиям. Таеса хочется похвалить за то, что он обладает фантастической силой непрыгучестью. Надо третий раз выпрыгнуть. Куда же ты? Таес. Он дотянулся до мяча, не смог его зафиксировать. Эрик Маколом бросал здесь, потому что это его точка. Только поэтому. Бокрис забил свой второй бросок. Опять. То есть зеркальное отражение той точки, с которой он забил первый. С лицевой. Теперь опять очередь Жамара Смита. Причем кричит, чтобы соперник не клал ему руку на поясницу. И Лиходей. Средний бросок не реализовал. Вполне свободный. Но это его. У него хорошая рука. Он забьет свое в сезоне. Бокрис против Лиходея будет давить. И отлично отработал Лиходей. Успел сократить дистанцию после этого последнего отталкивания со стороны Бокриса. Удержал землю. И заставил соперника совершить плохой полукрюк. Ногами, ногами. То есть мы видим столкновение плечо в грудь. А то, что Лиходей ногами, мелкими шагами передвигался, не дался обтечь. Он умница. Да, у него, на самом деле, были очень успешные два последних сезона. Вот он, опять же, в Польше и в Литве их провел. Там набирал в различного рода соревнованиях. Там и в Лиге чемпионов играл, и в Еврокубке играл. Набирал по 13, по 14 очков за матч. Забивал все броски. С трехочковой там 43-45 процентов. И подборы, естественно, передачи там больше двух. То есть он в полном порядке. У нас пауза небольшая возникла, потому что два арбитра разом пошли пересматривать момент. И я не знаю, какие у них сомнения. У меня-то нет сомнений, что мяч должны выносить греческие баскетболисты из лицевой линии. Сколько времени на атаку у них осталось, это другое дело. Вот эту атаку сначала. 24 номер, которого хочет увидеть Радович. Это у нас Окур Палфа. Вживую дальше. Вперед, вперед. Семеновин сидит на повторе. Хороший... Ему не надо говорить по-русски, он отлично и по-английски говорит. 13 секунд? Нет, 10 показывает Радович секундку. 10 секунд показывает. Да, все-таки 10. Все-таки 10. У нас новый опыт тоже наблюдения, возможности. То, что было на чемпионате мира, который надо ругать за качество судейской работы. Ай, какая обидная. Обидный легкий бросок позволяет Эрик Макол. Треугольник в защите. Ты подопечный мяч. Маколом спиной к мячу повернулся. Это, ну, такая непростительная для опытного игрока. Да, то есть, если уж ты поворачиваешь, то будь готов, тогда отрабатывай, как будто бы от этого зависит твоя жизнь. Но этого тоже не сделал. Жамар. Один на один опять разбираться будет. Даэс до позиции. Ну, что же. Доходей на него, как раз отдает. Одна секунда остается. Не успеет выбросить. Доходей. И бьется там Полсон за этот чужой подбор. Эрик Макол не смог подставиться. Подфол в атаке в центре. И через всю просто оборону Уникса в одиночку. Вот так вот без больших проблем. Очень красиво Коцевелис. Четыре очка у него. Молодец. От берега до берега. И главное, начало дриблинга было, когда под него подставлялись подфол в нападении. Он этого столкновения избежал. Смит. Не сумел обмануть соперника. Хол отреагировал на длинный шаг. Да, то есть, он угадал, что не будет останавливаться в две ноги Джамар Смит. Что он будет проходить. А вот еще разок этот момент. Очень хороший проход. И Евростеп в конце. Алекс Тайс уже не мог дотянуться там. Да, тоже действительно одаренный. Одаренный девятнадцатый номер этой команды. Двадцать семь лет. Коцевелису метр девяносто шесть. И первый номер. Да, и первый номер. И при этом, как бы, набирал-то он очень мало год назад. Например, что в Чуяти Греции, что там в Лиге Чемпионов. Броски не попадал. То есть, у него с игры реализация тридцать шесть процентов. Мансарис. Приходей просит мяч. Он занял позицию против маленького игрока. Но вот уже разменялся на большого. Приход от Болсона. Зависание. Лиходи на подборе. Смахивает мяч. В свою пользу здесь игроки из Казани. Гамар Смит против все того же Коцевелиса. Один на один. Тайс говорит, уйди. Болсон. Не, все, не успеть. Успел. Валера успел. Он знает, что счетчик есть не только у него над головой времени, но и с другой стороны, на другом кольце. Вот туда посмотрел. Последние две минуты. Первая половина у Никса плюс семь. Комфортное вполне себе преимущество. То есть, видно, что у Никса есть запас прочности. Команда лучше реализует свои шансы. И у них есть, в отличие, конечно, от соперника Маккалом и Джамар Смит. Обращаю внимание, что вот опять девятнадцатый номер. И на подборе на своем третьем в треугольник включился. Забрал мяч. Не, слишком. Это слишком. Богрис. Легкий подбор. Молодец. Мансарис хитро сыграл. Да, Мансарис, причем, он делает вот эту передачу диагональную. И при этом продолжает подсказывать своим партнерам. Кричит очень громко, что они дальше должны делать, как ему кажется, чтобы была оптимальная атака. Действительно, человек просто понимает баскетбол на другом уровне. И пытается этому баскетболу научить менее образованно. Еще бы попадал трех. У него же неплохой бросок. Я уже рассказывал, что я первый раз их увидел, когда им было по 18 лет. В юниорской сборной Греции пара Мансарис с Лукас. И они были лучшей парой в Европе в том возрасте. Да, но у Мансариса, он, кстати, играл, конечно же, тоже на чемпионате мира. Провел два матча, правда, совсем немного времени. И он там забил одну единственную трешку свою выброшенную. А вот в сезоне попадал с процентов только 26. Не будет броска здесь быстрого в исполнении Греков. Они решили потратить все оставшиеся секунды, чтобы не дать Юниксу последнего броска. Минус 7. Лэнгстон Холл накручивает Лиходея. Пошел. Скидка на дугу. И не заходит бросок. Ну-ка, со своей половины может Мансарис. Вот она трешечка. О-о-о, было рядом. Было рядом. 40-33 плюс 7. Мы с вами уходим на большой перерыв. Скоро вернемся. Продолжим смотреть матч за третье место. Кубка Гомельска. Счет после первой половины. 40-33. Впереди Уникс. И как вот опять же вы говорили, что вы пообщались с Гречкиным, как раз специалистом Гречкой команды. И он сказал, что будет сегодня рассматривать этот матч не как задачу победить, а именно как вот... Ну вот где же правда тогда в его словах? Смотри. Они... Агроманец не играл во вторую четвертью. Да это ладно. А у него не выходили Кафезос на площадку, Курупакис и Базинос. Это от бедности или от того, что он зажимается? Но тем не менее своего 16-летнего вот этого юного игрока он выпустил на какие-то секунды. Ну этот-то нормальный, то есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где защитники? Да, уже несколько раз сегодня у униксов возникает проблема с элементарным выводом мяча. Джамар Смит пару раз попал в тяжелую такую ловушку. Один раз из нее даже не выбрался Эрик Маккалом. Диагональ проходит. Лиходей, не глядя, пас получает обратно. Трешечка оттуда. Молодец, Валера. Ты понимаешь, в чем дело? Это прессинг зонный. Против него лучше все-таки вторую передачу отдавать, чем выводить. Лаури тоже в угол. Хорошо. И обратно получает эту передачу. И обидная потеря для греков так доброскать дело в итоге не должно. Ну какие молодцы, Тайес или Хадей. Валера, найди маленького. Он нашел, то он ползал. Ой! Обидный промах для Тайса. Под двойную опеку под кольцом он попал. И, кстати, не так уж и активно, пока возвращается в оборону. Элис как раз получает из-под его позиции мяч, но забить не сумел. Вот тоже в таком эпизоде можно Тайса ругать за то, что он не бежал быстрее всех в защиту после своего промаха. Он ноги подбирал для блокшота. И не пришлось выпрыгивать. Да, потому что это замедление, которое он начал на трехочковой дуге своей зоны, он смотрел, кого ему сейчас придется накрывать. Никого не пришлось. Ну, а разве это неплохой момент, когда игрок больше думает не о том, чтобы соперник промазал, а о том, чтобы блокшот записали в статистику? Ну, тут нужно выбирать, понимаешь? Он проиграл позицию. Он отстающий в этой защите. Либо фалит, либо блокшот. Он выбрал блокшот. Не знаю, я не думаю, что его будет прифтис ругать за это. Жамар смеется временем. Приводит мяч опять на чужую территорию. Очень много сегодня у них играет вот индивидуально, используя там какой-то элементарный пик-н-ролл наверху. О-о-о! Это вторая результативная передача Лиходея. Я не скрываю, что я вот за Сергеева, за Лиходея, за Узинского болею. Это не потому, что там мне и Тайс нравится, и Клименко. Но эти игроки... Ой-ой-ой! Не готов был Жамар Смит включиться в борьбу за подбор. И фолк. Нет? Или со счетчиком проблема? Счетчик не перезапустился. Я даже не помню, мячик задел кольцо? Да, задел. Тогда все нормально, счетчик перезапустился. Пошли проверить, раз есть такая возможность, сейчас проверим. 47-35, плюс 12. По-моему, еще не было. Плюс 10 было, а плюс... Не, было плюс 14. Правильно. Да, у Никса было хорошее преимущество. Причем оно было в тот момент, когда у греческой команды вот просто в одно лицо все очки набирал Аграванис. А потом во второй у них начал экспериментировать. Вышел Мансарис, который великолепно разыгрывает мяч. Очевидно, что он самый сильный плеймейкер. Он лучше всех игру читает и лучше всех... Ну, то есть принимает всегда верное решение. Но ему, конечно, очень не хватает броска, о чем уже говорил Владимир Гомельский. Что вот у него по статистике просто страшные цифры. Он 40% с игры забивал в карьере за Олимпиакос один раз за сезон. Вот за последние 7 лет. А так у него меньше 35 даже было несколько сезонов. Это очень плохие цифры. Будем надеяться, что в Униксе в этом году будет все получше. Вот как раз Аграванис. Чуть и повезло ему здесь. По колу. Поймал на себя соперника на спину. Переложил мяч за спиной. А там его оппонент обкрал. Очень красиво получилось. Нет, не дали фол здесь. Роберт Лаури не годует. Пробежку дали Лаури. И он идет. И тренеру показывают, что это за судьи такие. Пробежка была. Смотрите, на одной. Он еще на одной ноге подпрыгивает. Там пробежка была. Просто интересно, что Полсон, вот в него врезать достаточно атлетичный американский защитник. Полсон даже не дернулся. То есть вот он как встал на две ноги, так и остался стоять. Крепкий исландский парень. Он крепкий, а Лаури, похоже, недооценил немножко атлетизм оппонента. Джамар. Передача. Вот ему, по-моему, самому бы проще было бросать. Он решил, что надо показать, какой он разносторонний игрок. И в ответ два очка Аграванис. У него 16. Никто Лиходею не помог. Валера отбился против первого броска. Аграванис очень достойный. Большой. Его, кстати, на драфте выбирали в самом начале второго раунда. Это делали там Атланта Хокс. А, нет, нет, нет. В самом конце второго раунда. Но в любом случае, да, права и, по идее, принадлежат команде Сакраменто. И он продолжает развиваться. Хочет доказать, что он много чего умеет и что, может быть, ему из океан можно будет уехать. Октавиас Элис. Хороший бросок. Тут уж Полсон ничего не мог поделать. Да, бросок, причем не очень стандартный для Элиса, но красивый. Исполнил все здорово, хотя не сказать, что он будет так делать в каждой атаке. Или даже, на самом деле, в каждом матче. Неверный размен по игрокам в защите у греков. Надо сыграть. Нацелен. Ой, какой инкрасивый бросок. Так называемый скуп исполняет здесь Эрик Макколум. Найдя контакт, он, причем, смотрел уже изначально на дугу, куда-то туда, на Джамара Смита. А потом, услышав свисток, такой, понял. Сейчас попробуем забить два очка из этой позиции. По поводу Октавиаса Элиса. Он провел за Енисей в Лиге ВТБ шесть матчей. И вот в Лиге Чемпионов еще семь матчей. Был, в принципе, неплох. Набирал около семи очков. Там с пятью-шестью подборами. Блокшот делал тоже там в среднем за игру. И вот прошлый год провел уже как раз вот в этой греческой команде. Набирал почти по десять очков внутри местного чемпионата. Тоже достаточно заметные такие хорошие цифры. Ну, Эрик Макколум. 32-летняя европейская звезда. Сдвинулся с 11 очков. Но его сейчас поменяют. Там Мансарис стоит у столика. А вдруг три защитника будет сейчас экспериментировать Дмитрий Сприфтис? А было уже в первой четверти же было. Нет, все-таки. Вот смотри, Смит Мансарис Колесников. Это ж три защитника. Три маленьких. Причем, ну, сейчас нагрузка на Тайса или Хадея, конечно, увеличится, если греки правильно сыграют в позиционном нападении. Да, несколько казанских болельщиков активно кричат сейчас защита, защита. Мы слышали их и в первой половине. Они тоже включались. Элис вообще не знает, что делать с мячом. За пять секунд до конца атаки он только с ним расстался. Красивый показ броска, но бросок не самый точный. Вторая попытка тоже неудачная. Элис не может добавить еще один промок. Уникс не может подбор сделать. Элис еще один бросок. И все-таки фол. Фол, скорее всего, Тайсу. И Тайсу. Он там накрывал сзади. Блокировал чисто. Скорее всего. Смотрим еще разок. Показ броска, на который никто не купился. Подбор раз. Подбор два. Подбор три. Еще один подбор. Причем Элис вырывает у своего же. И дальше идет. Фол, Лихадею. Не Тайсу. Судьи все напутали. Да, не ходили. Ну, так бывает. Уж больно. Мишанина там под кольцом была плотная. Да, у Тайса тут так-то проблем с подборами нет. Он хороший большой. С хорошими навыками. И в составе Макаби там в среднем, например, по два подбора в атаке он даже делал. Помимо своих там подборов в защите. Очень достойные цифры. Два подбора в нападении. Это очень приличный результат. Там за в среднем 18 минут на площадке, что он проводил. Монцарис в нападение пришел. Колесников. И движение по лицевой вознаградили Джамара Смита мячом. За эту работу, которую проделал. Он против большого. Неравноценный степбэк и мимо. Ну, это его бросок. Тоже его точка. Ноги он подобрал. Имел все шансы. Мне вот тоже интересно. Вы уже хвалили Уникс. Говорили, что вам нравится то, что пытается придумать, как раз от команды Казани. Если бы была возможность выбирать, если бы были бы в распоряжении у Бривкиса сейчас и Коломб, и Хенри, которые были совсем недавно, какое было бы, наверное, оптимальное сочетание защитников, на ваш взгляд? Хенри и Джером Смит. Джамар Смит. Джамар Смит, да. Джамар. Джамар. Бросать не дали ему здесь. Классная передача от Мансариса. Трешечка не заходит. И подбор за грехами. У них вернулся, у Прометеуса вернулся Бэп на площадку. Какой фолл? Третий. Третий командный фолл у Уникса. У греческого клуба два. Вангелос Марцарис, номер 17-й, второй фолл. Так хорошо нападала команда, используя навыки Аграваниса. Может быть, нужно делать комплимент защите. Аграванису не дают получать мяч в убойных позициях. Да он же не всегда даже из убойных позиций атаковал. Он придумал себе несколько тяжелых бросков, забил их. То есть отметим тоже его навыки. Все, что мог забить, он уже забил. Больше ничего. Да, он, в принципе, может уже и не выходить. Зато вышел Клименко. Бэп трехочковый забил. С красивым отклонением. Вот это он умеет здорово. Да, метр девяносто пять тоже. Атлетичный американский исполнитель. Из не самого большого университета. Джамар Смит. Ой-ой-ой, опять его загнали в двойную опеку. У Джамара почему-то проблемы возникают, когда перед ним оказываются два игрока, он теряется и пытается очень быстро расстаться с мячом и не всегда удачно. Тайм-аут попросил Привтис после этих потерь в позиционной атаке. Ну, отметим, Прометео все-таки они отыграли огромное отставание. Ну, вот зачем? Ну, какой смысл во всех этих действиях был? Молодец, Игрованец на плече протащил. Женю Колесникову. Ну, то есть это то, в чем, например, хорош и силен Эрик Махалом, он не тушуется, когда видят перед собой двух людей, ему надо как-то из-под этого прессинга выйти, он это делает аккуратно. А вот у Джамара, да, проблемы возникают. Так он прыгнул. Он проиграл тему двое. Мяч ты контролируешь. Зачем тебе выпрыгивать? У тебя что, 2.20 роста? Ну да, если ты выпрыгиваешь, ты должен знать, куда ты отдашь хотя бы. А он даже этого и не знал. Просто выпрыгнул, чтобы увидеть какое-то, вообще, какое-то свободное пространство. Да, но Джамар Смит это все равно, действительно, вот. Его главные качества – это не защита, это не розыгрыш, это вот, когда есть напряженная концовка, у тебя пять минут, и ты идешь очко в очко с соперником любого уровня. Тебе нужны игроки, которые во время сломанных комбинаций просто возьмут и забьют мяч. Он это делает на высоком уровне. Или не забьют. Ну, как бы, вот у меня перед глазами до сих пор пример. Он играет за униках, он играет против Валенсии в финале Еврокубка несколько лет назад. И у его команды там в финальном матче в гостях против фаворита, против крутейшей Валенсии, там выбывает один из центровых по дисквалификации. И в концовке уже все, казалось бы, шансов нет. Он в одно лицо затаскивает там одну победу сначала, а потом и финал. Хотя дают в итоге самого ценного игрока не ему, но там, безусловно, именно он был самым полезным. То есть вот человек тоже выиграл целый турнир, целую финальную серию выиграл просто в одно лицо. У него есть эти навыки. И это как раз там ему не надо было никому отдавать. Он просто приходил и бросал. Колесников. Калименко рядом, заслон ставит. Ну и неплохой бросок придумал себе Евгений Колесников. Чуть-чуть не попал. У него лучше получается после движения вправо. В левую сторону плечи, пока он доворачивает правое плечо на кольцо, проходит время. Не самый быстрый защитник Жени Колесникова. И как бы летом у него Жени 25. Это помните, наверное, его совсем прям молодым. Но ему уже все-таки попал в квартал. Он победитель первенства Европы 2005 года. В Чехове. Это была классная команда. И Женя Пашутин был тренером. Опять липовым. Он наконец-то забил. Саша забил. Да, липовый красивый бросок. Причем так ноги у него странно так всколыхнулись. Ох ты, заслон там мощный. Но в порядке. Уронили Клименко. Это сложно представить. Колесников. Два заслона получил. Оу, фолл дали ему. Фолл дали именно Клименко. Я только хотел сказать, какой молодец Клименко спровоцировал соперника на фолл. Показал фолл. А фолл дали ему. Смотри, пока мы с тобой рассуждали, Прометеус вышел вперед. Димитрий Сприфтис тоже этот матч рассматривает как экспериментальный. Нападение и наказан Артем Клименко. А, ну, у них все будет, конечно, с Амитом. Замена Смита напрашивалась. А вот вторая. То есть, получается, что Колесникова он убрал. Выпустил Сергеева. Да, Сергеев, Мансарис и Эрик Макалов. Интересное сочетание игроков. А мучиться с Агрованисом будет Узинский. Да пока Макалов мучится. Но двойная пека. Клименко пришел помогать. И Эрик с этим воспользовался. Подбор сам делает. Вторая попытка. Блок-шот. Не надо руку опускать. Ты уже все сделал. Зачем руку опускаешь, Артем? Понимаете, он успел. Он со своим ростом. Вот он. Да нет, здесь сразу... Сейчас будет подбор. Вот он. А, это был Мансарис. Вот. И движение руки вниз он задевает основание ладони. То есть, получается, запястье задевают у Элиса. Да, бросок он и так придумал для соперника самый, что ни на есть сложный. Элис его забьет один из десяти, может быть. А Элис еще не бил штрафнее у нас. Или бил уже? Нет, сегодня. У него, кстати, есть все неплохо с этим элементом. Он забивает больше семидесяти процентов вообще по карьере. Ну и плюс два. 2.22 у нас до конца третий четверт. И получается, что понисходяще идет продуктивность Уникса по четвертям. Начали-то хорошо. Первая четвертая была очень яркой. А вот затем идут большие проблемы с результативностью. Сергеев попытается уйти от Липова и под кольцо пошел. Там его вдвоем встречают. А другую передачу. А Мансарев может. Ну-ка, туда. А у него огромные проблемы с бросками. И вот, наверное, его бросок – это один из самых вообще главных таких вот X-факторов. И один из самых больших знаков вопроса на весь сезон Уникса. Потому что если он будет забивать процентом там под 40 трехочковые и будет создавать что-то для себя, Уникс может в атаке выйти на новый уровень. Пока он бросками своими по карьере по последним сезонам, но никому не угрожал. Так, нету приема мяча, но Агравани спасает. Пять секунд. Тройная опека и плохая передача. Мансарев все прочитал. Вышел на этот перехват. Клименко рядом помогает. Мансарев не торопится. Тузинский помог, отдал ему мяч. Ох, ничего себе там силовой прием два раза. За одну минуту завалили Клименко. Это огромная редкость. А кто же? А, это ли Саша Липовый. Это украинский баскетболист. Чтобы вы понимали, я достаточно давно его знаю. Вот у молодого человека до сих пор не ушла мечта попробовать свои силы в НБА. Правда, ему уже 28 лет, но в лагеря, в летние, он по-прежнему ездит. Летние лагеря в НБА. Но разве это плохо? Это здорово. Я сочувствую и понимаю его. Но заменил его. Я отри... Так, и потеряли мяч. О, какая хорошая работа в исполнении тоже вот одного из сегодня самых заметных игроков. Димитриуса Коцивелеса, который опять надавил. И вот его давление уменьшалось здесь успехом. Так, это плюс одно для команды Прометес. Эрик Макалом. Один на один его оставляют. Высокослоном получает. Не стал им пользоваться. Скидывает на дугу. Кузинский. Хороший первый шаг. Вот красиво все разбросали. Осталось только забить. За кольцо цепляется Клименко здесь. Но мяч при этом забыл. Не дотянулся. Поэтому, наверное, на кольце решил повисеть, чтобы... Чтобы дождаться, когда мяч пойдет вниз. Коцивелес хорошо использует пик-н-роллы. Здорово ждет возможности для передачи. А в итоге этот пас не глядя, похоже, Элиса не ждал. Но владение остается все равно у греков. Шесть секунд было что-то касается. Как же так? Последнее касание Элиса. Но никто не спорит особенно. А нет, спорят игроки. И, да, вот как раз Моцарис на правах самого... Такого, самого сильного. Самого известного в Европе. Тем временем тайм-аут взял кто-то из тренеров. 43,2 секунды до конца третьей четверти. 53,52. Плюс очко у греческого клуба. Очень сбалансированно играют обе команды. Стартовый состав у тех и других набирают по 30 очков. Скамейки набирают по 20. Но вот интересно, что сильно проседает уникс по ходу этого матча. То есть получается, что начали так здорово. Вели с больше чем 10-очковым преимуществом. И 24 очка набрали за первую четверть. 26. 26. То есть всего 14 за вторую. 12 за третью. 12 только за третью. Но еще атака-то будет. Хотя бы одна. Просто понятно, что стали чуть меньше один на один играть. И использовать свои моменты. Что Макколом, что Джамар Смит. Ну и защита, конечно. А вот почему? Чтобы попробовать что-то другое. Крупно Коста Скаймак углу. С удивительно красивой и ухоженной бородой. И она у него Барба Росса. Борода красная. Так, возвращается Элис на площадку. И будут сейчас использовать эти последние 6 секунд. Греки на атаку. Крайние. 6 секунд. Крайние. Да. Крайние 6 секунд. Итак. Коцевелис. Аграванис. Ай, хорошая передача. Причем Сергеев проспал этот момент. И в итоге руку сопернику здесь уже заплетает под кольцом. Это был Элис, на ком он палил. Холл, может быть, даже дали не ему. Но он потерял игрока. В итоге, да, он даже потеряв игрока, потеряв Бэба, все равно пошел под кольцо. Можно похвалить за это дело Павла Сергеева. Что он не выключился, когда проиграл эпизод. А пошел страховать хотя бы потенциальную передачу, потенциальную скидку. В итоге он там ее и нашел. Это Эрик Макколом, которому, скорее всего, достанутся сейчас два броска. Ну или один хотя бы. То есть 39 секунд этого времени должно хватить, чтобы у них сыграл две атаки. То есть 15 секунд на два броска. Имея в составе таких исполнителей, как Джамар Смит и Эрик Макколом, он вполне может придумать себе две какие-то быстрые атаки. Смит на скамеечке. Но. Элис еще штрафной. Забивает. От Павла Сергеева мы сегодня, кстати, розыгрыша мяча не видели вообще. Он же ведь, кстати, и не выходил без Мансариса, получается. Он все время был рядом с чистым плеймейкером. Отличный прессинг, как греков. Не дали они совершить быстрый бросок. А вот тут поздняя вроде бы передача. Но никто из игроков греческой команды защищаться в этой атаке почему-то на своей половине не решился. Тут получается, что Косилаки сыграл вдоль ближних к нам с тобой боковой. И он не вернулся на Узинского. А Клименко отдал удобную передачу. Что радует. Передача от Клименко – это очень здорово. Да, причем от паркета. То есть, как бы одной рукой технично все сделал. Коцевелис отдает все-таки на Элиса. И тот не забивает. Так что Уникс успевает до одного очка сократить отставание. И у нас будет, будем надеяться, напряженная четвертая четвертая, где оба тренера постараются добыть победу. Впереди Прометеес. Продолжение следует... Продолжение следует... Получаются большие проблемы Казанцам. То есть, при этом попав только 4 из 18 трехочковые. У Уникса почти 50, даже больше, чем 50 процентов получается. 7 из 13. И все штрафные, все 9 штук забили. У соперника 4 промаха с линии. Но вот за счет преимущества на подборе. Вот в определенных моментах. У Уникса всего лишь только 4 подбора на чужом щите. А у соперника 14. То есть, вот свой щит. Уникс хоть и выигрывает, но со счетом 19-14. Это не очень хороший результат. Так что, больше гораздо атак у Прометееса есть. Тренер Прометеус Герасимус Ятрас, по-моему, решил уравнять все. Не напрашивающийся замены сделал. Посадил Элиса и Аграваниса. Выпустил Богриса и Манцукаса. И это улучшает шансы Уникса на количество подборов под чужим щитом. Да, посмотрим опять на молодого Манцукаса. 72 номер. Всего лишь только 16 лет молодому игроку. У него в профайле, я обратил внимание, у него рост написано 2,03. А вес не написан. Я так понимаю, потому что 16 лет, когда просто нет веса. Какой может быть вес у игрока 2,03 ростом? Клименко даже на кольцо не смотрит. А чего ему сделать смотреть? Пробить, показать, что у него есть этот элемент в арсенале. И обидный Прома, к сожалению, не стал нести сверху, хотя сбегался. И получил в итоге там что-то похожее на блокшот. Давят вдвоем они на Бэба, неплохое. Нет, это был Лэгстон Холл, на кого давили. Он в итоге тоже без проблем разобрался. И вот как раз молодой Манцукас передачей и средний бросок Богрис. Третий мяч такой же забил, как первые два. Он не забил еще ничего нам из-под кольца. На дуге абсолютно один Павел Сергеев. И заваливает трехочковый считать плюс фолл, который... Который мяч оставит у Никса. Да, вот это приятная атака. То есть считать явно бросок, потому что бросок уже был совершен перед свистом. Да, молодец Павел Сергеев. Вообще не тушевался, спокойно получил мяч и отправил его в цель. Шесть очков набрал Паша уже. Два броска дальних, оба в цель. Но, опять же, повторюсь, меня расстраивает, что он сегодня не занимался розыгрышем мяча вообще. Без мяча. Он без мяча. Да, и он не был единственным плеймейкером на площадке. То есть, ну даже не то же плеймейкером, а хотя бы просто без Мансариса. Потому что, когда рядом Мансарис есть, понятно, что мяч будет в руках именно у него, а не у Сергеева. И действительно, как бы у Паши есть возможность забивать броски, но для этого он должен занимать какие-то удобные позиции. Команда должна ему помогать эти позиции занимать. Вот он с мячом. У него 13 секунд отдает на Эрика Макколома. И тот... О, по голове получил. Ничего себе. Чуть голову ему не оторвал Лэнгстон Холл. Будем надеяться, что с Эриком все хорошо. Сейчас проверим по исполнению трех штрафных. Три из трех забьет, значит, все хорошо. Что у него так извернулась эта голова вообще. Я уже испугался. Ужас какой. Да, сезон хоть в NBA еще не начался, как бы, но брат его уже давно за ним не следит. То есть, он следил за ним, когда закончился сезон в NBA. Приезжал СиДжей тоже смотреть на... Ну, и тренировались они, естественно, вместе. Сейчас, естественно, СиДжей проводит свою личную подготовку в Америке уже к новому сезону. Они же начали уже эти товарищеские игру, по-моему. Предсезонка, по-моему, нет еще. Сегодня 25-е. Да, сезон начинается в 23-е. По-нашему, по Москве. Соответственно, они могут уже... Уже двое суток можно проводить показательные игры в NBA. Лэнгстон Холл. Выходит на него Узинский. Активно давит. И вот остается маленький МакКол. Он говорит, парни, помогайте. А за вторую руку. Вот обратите внимание. Сретан Радович объясняет МакКолому, за что дал фолл. Нельзя упираться в спину соперника, владеющего мячом двумя руками. И вот он вторую руку аккуратненько, вот этим левой рукой аккуратненько коснулся. То есть он пытался выбить мяч. Но, опять же, понятно, что у него таких шансов было мало. Припроспал он как раз врыв того же самого Холла. Тот обидно промахнулся из-под кальцана. Выцарапывает молодой Манцукас для своей команды еще одно владение. Это уже 15-й подбор в атаке, который Уникс проигрывает. Манцукас и 2 плюс 1 забивает молодой талант греческий. Вот тоже интересный игрок. Вот если бы я, мне кажется, не сказал бы о том, что ему 16 лет, и он записан как 2003 года рождения, не знаю, можно было бы ему дать вообще 16 лет. Не выглядит он как прям настолько юный игрок. 8 июля 2003 года рождения. Вот не знаю, верить или нет. Он будет доступен для драфта в 25-м году. Только ли. К этому моменту уже может наиграть опыт. Да. Или Фтериос. Так история с Дончичем может повториться. Обычно как бы на первых чемпионатах, то есть в основных дивизионах больших чемпионатов, 15-ти летние игроки не выходят на какие-то минуты, если они не сверходаренные. Так что последним запомним этого игрока. Единский. Первый шаг в исполнении Мансариса. Мог сам бросать, отдает на Тайса. Тайса уже ждал Богрис. Но ответный перехват красивый, провоцирует здесь. Они не договорились между собой. И Тайс не виноват. Должен был голосом предупреждать Мансарис. Нет, там был Сергеев, кто нырял за этим мячом. Но они просто оба очень хотели этот мяч. И это тоже, наверное, за что тренер не может ругать команду. За то, что очень хотят сделать подбор люди. Вышел Лиходей. Кого будет? А, он молодого Мансукаса будет держать. Один на один Лэнгстон Холл. Опять против Эрико Макколума. Опять размен, который у них очень легко позволяет осуществить. Но молодец Эрик. Впервые, по-моему, в этом матче отбился вот так вот в обороне против Большого. Отдает налево. Но правда Лиходей бросает. Только вышел. Валера не имел права. Вот занимает позицию, чтобы уже поддавить немножко атлетичного Бэба, который весит 100 килограмм. Неплохое, плохое решение от Валерия. Передача-то двумя руками отдавала. Надо было. Ну ладно, я не буду критиковать. Валерка умеет отдавать передачу левой рукой. Лэнгстон Холл сам себе все придумал. Забил. И что получается? Плюс три у Прометеуса. Не, семь минут еще играть нас ждет. Увлекательное концовка. Джамар Смит еще обязательно должен будет вернуться. И они будут придумывать геройские моменты с Маколумом. И может быть даже и с Мансарисом Лиходей. Против него Богрис. Обыгрывай. Но зато под кольцом не такой большой игрок. Сергеев. Ой-ой-ой. Вот это придумал. И попал Павел Сергеев. Никакой логики большой в этом броске не было, кроме того, что время заканчивалось. Но зато он показывает нам, что действительно у него с продуктивностью с дальней дистанции все хорошо. Совершенно неожиданная пассивность Бэба в обороне. Ну, наверное, он просто увидел перед собой как бы Павла Сергеева и понял, что этот белый парень ничего просто не сделает против такого крутого американца. Вот если он так подумал, то на него нужно в суд подавать. За расовую дискриминацию. Мне кажется, что американские легионеры думают так очень часто. За заслон. Тайсу? Да. Нет. Третий. Да, Макколому дают фоу. За что? По нападению наказан Эрик Макколом, номер третий. За то, что руку соперника положил себе на плечо. При том, что Лэйнстон Холл поворачивался, уже ожидал, что дадут ему и уже хотел начать протестовать. Ты знаешь, я вот сейчас, когда на повторе разобрался, сработало такое достаточно редко работающее правило. Холл об этом судьям говорил в первой ситуации в такой. И вот сейчас кто-то из арбитров поверил, посмотрел и наказал. У нас новый крик по стадиону, уже «Россия, Россия», любопытно. А мы разными наблюдаем тут призывы поддержать как раз номинально домашнюю команду. Обрати внимание, что Прифти заменил Макколому, выпустив Смита. И при этом оставил Павла Сергеева, что тоже очень приятно. Так, столько. Ну, забьет. Анцарис, обидный промах. Ах, ну вот такие-то броски, ну любой просто защитник обязан забивать стабильно. И Мансарис уже все себе создал, никакой там не центровой был под кольцом против него. Обидный промах. И при этом греческий специалист, ну то есть специалист греческой команды оставляет Манцухаса играть молодого. Поэтому большие минуты сегодня. Он бьется как раз за щит. Ну, нет, не он бьется, а Липовой. Липович от Тайеса ушел. Так что Липовый выиграл эту ситуацию, хотя и с трудом. Про вот этого молодого 16-летнего игрока еще один забавный момент. Год назад он еще играл. И, наверное, в этом сезоне тоже, может быть, будет задействован в этой вот юниорской, как бы, юниорской варианте Евролиги. Липовый хороший бросок, передача хорошая от Холла, и Липовый разобрался. А Смит нет. И вот даже по юниорской Евролиге он был слишком молодым, чтобы выходить на площадку. А вот при этом его уже задействуют внутри греческого чемпионата. Просит ли Хадей мяч? Тайес-то вот только такую передачу может отдать. Тайес пришел в его позицию, но Липовый это не сильно смутил, а все равно придумал себе неплохой бросок. Но это минус два для Уникса. Богрис сейчас отбился от Тайеса на подборе. Забрал важный мяч. Да, у Тайеса, кстати, это вот как было семь подборов после первой половины, так они и остаются. И Богрис аккуратненько через подстаконку. Наконец-то из-под кольца. Да, естественно, Липовый не мог помешать игроку таких габаритов исполнить полукрюк из-под самого щита. Отреагировал на этот бросок, на эту атаку греческого клуба тренер Уникса Привтис. И, кстати, вот Александр Липовый, которого мы сегодня уже обсуждали. О, какие интересные костюмы у девушек из группы поддержки. Липовый, который мы уже обсуждали, вы говорили про то, что он очень хочет попробовать себя в NBA, хочет, чтобы кто-то им заинтересовался. Ну вот, у него действительно есть определенные навыки. У него хорошее баскетбольное тело. У него тело подходящее к баскетболу NBA. Он высокий, он крепкий, он здорово сложенный, и наверху сильный, и ноги у него сильные. Но, да, действительно, пора браться туда очень непросто. Какую бы позицию ты ни занимал. Да, получается, что вот эта вот феерия, которую устроили игроки Уникса в первой четверти, мы после этого ни разу не приблизились к такому состоянию нападения казанской команды. То есть достаточно тяжело рождаются очки сегодня. Обращаю ваше внимание, уважаемые телезрители, что обратную замену выпустить Аграваниса и Элисона тренер Ятрас не делает. Он этим доверяет, включая этого 16-летнего пацаненка. Да, Мансукус как раз давит на Сергеева. Размен пошел. Мансукус будет пытаться сдержать Тайса, но вот он переходит уже в другую защитную стойку против Джамара Смита и против Тайса Богрис. Перехвата нет, но сбивают передачу и тем самым оставляют Униксу только 5 секунд на эту атаку. Обратил внимание, кому была адресована передача. Сергеев стоял на трехочковой дуге, ждал. Отдайте мне, я еще забью. Не забил бы. Сергеев у нас будет в этом году, видимо, лидером по реализации трехочковых во всей лиге ВТБ. Передача на Полсона и хороший мяч. Красивый веер завернули. А вот непонятно, почему Богрис с опущенными руками в защите отстоялся. Хороший мяч Полсон забил, хороший. Пол показывает комбинацию, 12 секунд. И липовый трехочковый. Нет. Вот не летит трешка сегодня у греческой команды. Вансарис побежал. Показывает, что хочет сыграть один на один. И фол внизу. Четвертый. То есть у обеих команд по четыре командных пола. Так что дальше мы будем свидетелями множества штрафных. Ну, я так думаю. Сергеева держит высокорослую игру. Паша пытается его за счет скорости обыграть. Неудобная передача Смиту. Но это, тем не менее, то, что Джамар Смит очень хорошо делает ему. Главное занять его позицию и подобрать под себя ноги. Если ноги он чувствует, неважно, кто его опекает. Он забьет любой бросок. Лэнгстон Холл. Тоже здорово. Опять Павла Сергеева посадил и сам разобрался в ситуации. И это разница все та же самая. В два очка, которую Прометтеевс уже достаточно давно держит. Но посмотрим. Вчера вот у Уникса были проблемы с закрыванием против Олимпиакоса. С другой стороны, Олимпиакос и Прометтеевс. Это чуть-чуть разные по уровню команды. Джамар трехочковый. Подбора от Алекса Тайса здесь не могло быть. Их трое было, а он один. Так что тут это, кстати говоря, удачно 14 номер. Косилакис сыграл под своим щитом. Поймался бы на мысли, что я сказал, что разница огромна между командами первой и второго дивизиона греческого чемпионата. Ой, какая активная работа на подборе. В итоге это был Манцукас, который своего же игрока Липова завалил. И трех игроков только в защите сейчас имеют греки. Джамар три. Не пожадничал Сергеев. Молодец. Но самое главное, что разыграть быстро, пока только три игрока оборонялись, уникс не смог. Собить из-под кольца. Да. Но перекрыли под кольцом все-таки тоже греки. Красиво. Разбросался холм. Да, тоже одаренный молодой человек, получивший тоже американское образование баскетбольное. И тоже пытался пробиться в NBA через летнюю лигу. Играл в летнюю лигу в Майами, но не особо успешно. Сам все хочет решить Джамар Смит. Как и всегда. Ничего не меняется. Павел Сергеев. Нет. Джамар, нет, на подборе не сработал. Все тот же Манцукас. Хороший отрезок проводит молодой парень. Полторы минуты. И разница в одну очко. Прометес впереди. И мячом владеет, что сейчас критично. Критично для казанца. Бум. Заходит эта трешка. И она очень сильно снижает шансы Уникса здесь на победу. Кеселакис. Он не считается снайпером. Он не так... Данил, все умеет. Ну, год назад, да, у него были большие проблемы с реализацией. Забивал он только 28% в трехочковых. Но здесь свободная попытка. Грех не забить. Плюс 4 отыграть за полтора минуты от отставания вполне реально. Но вопрос, каким составом это делать будут игроки казанской команды. Выпьют для брата Макколом. И опять смотреть, как с Миттелем Аколом играют один на один. Да. Это система баскетбольная, которая имеет право на существование. Она, ну, зависит, конечно, от исполнителей. Но исполнители высокого уровня. Да, естественно, тайм-ауты проводят тоже. Мерасимус Диатрас проводит на английском. Разговаривая с некоторыми легионерами. А так, конечно, в основном игроки, которые мы можем говорить на одном языке. 41 километра, 41, same. 41 в этом видео, 41, same. Ребята, ребята, ребят, ребят. Пятеро легионеров в составе и семеро греков. Большинство. Да. Так, состав без изменений. Все тот же Джамар Смит на задней линии с Мансарисом и Сергеевым. Полсон и Алекс Тайс. То есть это явно не такой, не каждодневный вариант закрывающей пятерки. Но вот это эксперимент, который сейчас Прифтис хочет провернуть. Итак, Мансарис на Смитах. Заслон хороший был от Тайса. Джамар. Ой-ой-ой. Джамар. Такое ощущение, что ему бросать было проще. Но вот он иногда, мне кажется, он в голове пытается понять сам, что важнее. Какой навык показать сейчас важнее. Как он умеет забивать или как он умеет отдавать. Как он умеет отдавать... Не умеет. Поэтому вопрос, зачем он пытается это делать. Так, Сергеев против Холла. Это самый сложный игрок сейчас в нападении у греков. Но Павел достаточно крепкий защитник и выцарапывает у соперника мяч. Последняя минута сейчас пойдет. Сергеев сам начинает атаку. Два первых номера здесь встречаются далеко от кольца. Павел в размен на Богриса. Нет. Выточили Богриса из-под кольца, но этим не воспользовались. Полсон. Тайс. И один на один против Богриса. Хороший первый шаг. И фолл. Который будет биться. Тайс будет пробивать два штрафных. И здесь ничего заранее сказать нельзя. Не на Тайс и фолл. На Полсон. И Полсон будет пробивать два штрафных. Вот интересно. Ну, Полсон очень хорошая реализация. В прошлом сезоне, выступая тоже в Еврокубке, он немного штрафных исполнил, но он вообще ни одного не промазал. В Лиге ВТБ забил 97%. Так что с этим элементом в полном порядке все. Хоккор Полсон. Из Рикьявика. Какую-то песню сразу вспоминаешь, когда слушал название этого города. Я забыл, как называется группа, но есть же исландская группа, достаточно знаменитая. Не-не-не, на русском языке. Кто-то из наших певиц пел про Рикьявик. И опять Холл. Но против него на этот раз Смит. Теперь Полсон. Два заслона получил. Под кольцо прошел. И ошибся. Не разобрались они здесь со своим новым партнером по команде. Они со Смитом договорились, по-моему. Сначала Смит в аут выбросит мяч. Потом Холлому ответит тем же самым. И секунд 32,8 секунды. Ну, замена произошла. Вышел кто? Агрованис вышел. Вместо Богриса. И вот Мансарис 20 секунд до конца. И 14 до конца четверти. Но прекрасная работа Алекса Тайса. Сегодня у него хороший матч. Сегодня его хочется хвалить. Он как единственный большой. Здорово работает. А это фолл Джамару Смиту на ровном месте. Так может быть и правильно. 15,9 секунды. Последняя атака у Казанца. А, но только если Джамар Смит поставил себе цель эту последнюю атаку забить. А мы не слышим с тобой, может быть, это была команда тренера. Всяко бывает. Согласен. Вот, понимаешь, это тоже зависит от взглядов тренера. Вот я, например, когда тренировал, я в этой ситуации командовал при ровном счете. Я командовал фолить. Но это иногда срабатывало, иногда нет. В надежде на то, что один забьют только? Просто забрать мяч. Просто у меня были хорошие, как минимум два хороших снайпера на поляне. Я был уверен в их трехочковых бросках. Это не... Холл оба положил. И 16 секунд. У нас есть интрига. Тут явно никто не будет на овертайм работать. Задача выиграть матч. И выиграть это сейчас в основное время. Игреки, наверное, тоже должны понимать. Жамар один на один накручивает на Сергеева. Павел. Жамар вышел в угол. Мансарис стоит себе из... О, Полсон три штрафных броска спровоцировал. Какой необычный бросок придумал. Ну, какая же глупость со стороны Косилакиса. Фалить в этой ситуации. Ты уже все выиграл. Зачем фалить? Если он правда фалил. Смотрим. Ну, а что он делает левой рукой? Нет, это был Крис Бепп, кто нарушал правила. Да, левой рукой он соперника так чуть-чуть теснял. Так, 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 пальцев сколько? Два пальца. Два пальца. Не три. И спрашивает Полсон, почему два? Почему не три? Почему вы не пересмотрели? Пересмотрите, говорит. И Радович пошел смотреть. Да, говорит. То есть, молодец Реттон, что он поверил. Он посмотрел на обоих своих коллег, а те так глаза скромно сами не посмотрели, а не спрятали. Сейчас будем смотреть. Мне кажется, что толкался Полсон левой ногой. Значит, это был трехочковый, нет? Покажите. Три. Три. При том, что первый он уже пробил. Куда он первый пробил? Нет, ему мячик еще не отдавали. Ну, вот теперь мы посмотрим, как у него с реализацией штрафных бросков. Может принести победу. Не принес. Не принес победу. Может принести пятиминутку. Не, я куда-то не туда посмотрел. Вот выступая за Натер, он забивал 83%. Но все равно это много. Все равно хороший результат. Забить нужно два подряд еще. Первый, уверенно, да, из двух требуемых. Так, ну и три секунды, получается, останется тогда у Прометеса, чтобы придумать какой-нибудь интересный бросок. Отдать мяч Холлу и разбежаться. Так. И тайм-аут, естественно. Тайм-аут, чтобы подготовить комбинацию. Но, да, негодует, естественно, наставник греческой команды, потому что два очка преимущества и необязательный фолл, который спровоцировал Кокур Полсон. Теперь надо делать комбинацию для Криза Бэба, чтобы он все в себя, чтобы реабилитировал. Но, скорее всего, все равно бросать будет тот, на ком, наверное, и будет, по крайней мере, по началу сезона, самая большая ответственность концовка. Кого видит тренер? Ты понимаешь, из тех, что сейчас у греческого клуба на площадке игроков, у них треха самая стабильная у Бэба. Она же самая дальняя. Коу год назад забивал за тот же самый Прометея 46% трехочковых. У него бросок тоже есть. Сейчас поглядим. Поглядим. 3,3 секунды. Время достаточное для двух передач. Да, Бэб более... А, еще есть Аграванис. Который, мне кажется, не бросал. Второй четверть вообще. Сначала третий не бросал. Но треха-то есть. Треха есть, определенно. Да, но при этом трехочковый по всему этому матчу бросают очень плохо. Греки. И забили они только 4 из 18. Те же самые, то есть ничего не меняется. Или нет? Что-то что-то забили. У меня еще не обновилась статистика. Холл вышел. Ну, то есть Холл будет бросать мяч из-за боковой линии. 5,23 сегодня забили. Да, и никто не забил больше одной. И у каждого, кто бросал, там один из пяти, один из четырех, один из трех. Тайм-аут команда Прометеос. Обрати внимание, выпустил Клименко на площадку. Прифтис. Для того, чтобы Клименко мешал вносить мяч из зал. И тут же отреагировал Ятрос, взял второй тайм-аут подряд. Это очень редкая в баскетболе ситуация. Да, именно потому что мяч вводится с чужой половины, есть возможность как раз защищающейся команды помешать в воду. Кстати говоря, ты просил, вот тебе, пожалуйста, Клименко и Тайес вместе на площадке. На 3,3 секунды. Но они себя покажут. Да, но много все равно не нужно. Много Прометеоса не нужно. Сегодня мы несколько раз уже видели, как Уникс во время таких вот веерных комбинаций, веерных пикенроллов немножко терялся и позволял сопернику проникающей передачи под кольцо. Вот я опасаюсь, как бы сейчас вот такого коллапса не случилось и не было бы легкого броска под сирену. Не факт, что забьют этот бросок легкий, но главное, чтобы его в принципе не было. Так, выносить мяч будет Холл. Он может и обратно получить. Дальним, то есть на дальней от мяча стороне Манцукас. Да, самый надежный игрок. Умеет ли он бросать? Я не знаю. 16-летний. Итак, выходит Бэп. Нет, на него передача не пошла. И тяжелейший бросок с отклонением. И у нас дополнительное время. Но мы с вами должны определить победителя матча. Это все-таки матч на третье место. И мы не знаем, какими составами команды будут дальше играть. И мы не знаем, кто дальше победит. Посмотрим. 75-75 основное время. Интересная эта ситуация. Единственное, что Формитес не может выпустить Липова, потому что 5 полов. Да, Саша вылетел. И 4 пола, кстати, Эрик Макколом заработал. А вернется ли на площадку? Элис. Это решит тренер Ятрас. Хотя, мне кажется... Ну вот сейчас выходит Богрис. Уже видно. Подборы. 30-37. Уже на 7 подборов больше у Прометеаса. Куда важнее и страшнее соотношение подборов в нападении. То есть только 4 подбора в атаке сделал Уникс. И никто из игроков не сделал больше одного. И 17 у команды из Греции. То есть свой щит 26-17 идет у Уникс. Очень много отдали, конечно. И ведь это была проблема и прошлого сезона в том числе. Хотя суммарно оборону Уникса выглядела очень прилично. И она много кого кусала. Но вот подборы, скорее всего, это будет проблемой для команды в течение всего сезона. Потому что получается, что самое сильное сочетание игроков это легкое сочетание. Где Тайс пятый, где четвертый какой-нибудь ну да там Кащей погирает четвертого. Или тот же самый Лиходей. Да. А эта пятерка не способна выигрывать подборы. Состав получается, что не тот же самый Лиходей. Белис Аграванис. Белис Ол. И там 19-й номер еще Кацевелес. А вот закрывающий пятерка. Тайус Монцарис. Полсон Макколум вернулся. Джамар Смит. Вот мы просили сочетание Смит Макколум Мацарис. И вот они теперь впервые сегодня будут работать вместе. Тайус соответственно большой главный и Полсон будет помогать. И вот я все равно Заузинского вместо Полсона. Вообще не спорили. Пайес не глядет просто так без сопротивления выигрывает данный спорный. У Элиса просто не хватило прыжка. Монцарис. Полсон заслон поставил. Пайес выходит далеко-далеко. Макколум бегает под заслонами. Джамар один на один. Диагональная передача читалась и Бепп ее прочитал и красиво перехватил. Ну сколько сегодня потерь при попытках сделать передачу Джамара Смита? По-моему три минимума. И один на один опять. Бепп сразу. И не смог Джамар Смит допрыгнуть, чтобы смахнуть мяч с дужки. Хороший бросок. Силы не пропадают. Меня удивило то, что Бепп практически без подготовки атаковал. Монцарис на кольцо. Дежолый бросок для Полсона был. Пятый фолл Макколум. Обидный момент, потому что тестировать его умения как раз в концовках важно. Но с другой стороны зато выходит сразу же Павел Сергеев, который провел достойную концовку. Забил несколько бросков. У него вообще девять очков. Сегодня три дрешком положил. Но фолл обидно для уникса пробивной. Пробивать его будет Крис Бепп, который только что забил трех и поэтому вполне уверенно себя чувствует на линии штрафного броска. Психологически уверенно. Да, Бепп в составе Локомотива набирал в среднем по восемь очков в позапрошлом году. Год назад он уже играл в Турции. И, кстати, что интересно, его результативность в лиге ВТБ и в Еврокубке была выше и бросковая линия была лучше, чем он в турецком чемпионате. Возникли там какие-то большие проблемы. Узинский, ну вот, моя просьба к Прифтесу увеличалась, так сказать, успехом. Узинский вместо Палсона пошел в игру. Кстати, что сегодня, мало того, что мы мало видели Роберта Лаури у греческой команды, так еще и вообще не появлялся тоже вот и Чейз Филлер, который провел достаточно, ну то есть, не заявлен на эту игру. Да, вот он стал... Аплодисменты паре Сергеев Тайос. Красивый мяч. И это минус 2 для команды Уникса. 3 минуты с половиной. Пол пытается выйти на мяч, очень хорошо защищается Джамар Смит, не дал ему от себя далеко убежать. И Сергеев великолепно вышел на получение против Бэба. Тяжелейший в итоге бросок. Отличная защита от Уникса, коллективная. Каждый игрок отработал, причем даже и Павел Сергеев и Джамар Смит, у которых не так много возможностей давить на оппонентов. Ну и конечно... Какая дурацкая ошибка сейчас со стороны Тайоса. Это красивейший танк, замечательный. Вот он дотягивается, перекладывает мяч в кольцо. Забрав такой тяжелый подбор, дождись пока у тебя мяч из рук заберет защиту. Да, и передача тоже от режима отмечаем дополнительно. Цивелис один был, но бросать не стал, даже на кольцо не посмотрел, потому что есть на площадке Бэба. Видим сейчас установка ему давать играть. Холл. Будет бить. И Болбен. Разобрали и здорово. Пик-н-ролл прошел. Ну и собственно пик-н-ролл же прошел как раз в том самом Али Юпе, который разыграли Сергеев с Тайсом. Просто интересно, что мы сегодня очень мало таких в принципе комбинаций видели и Сергееву не дают играть эти пик-н-роллы, не дают ему придумывать что-то с дриблинга. Так, владение грекам достается. Опять Коцевеле здорово. Сегодня действует вот на таких вот мячах, которые не очень сильно друг другу передают игроки уникса. Ошибка очень нехарактерная. Ну, наверное, дающие виноваты. Две потери подряд. Конечно, Сергеев виноват. Жалко. Меньше трех минут. Холл. Мансарис пытается остаться рядом с ним. Бэб заряжает. Три. Бум! Три очка. Вы нас тело. Он силен. Он, конечно, хорош. Разница семь очков. Отыграть, конечно, реально, но для этого нужно хотя бы мяч мяч и не терять. Мансарис заслон слева. Таис поставил. Передача хорошая. Чуть-чуть сильнее она была бы. Было бы идеально в руки Узинскому. Он мог бы бросать. А это опять Сергеев и залачивает Таис. Не считается мяч. Да, причем вообще атака потеряна получается для казанцев. Что там зафиксировали-то? Что там такое было страшное? Не понимаем. Не понимаем. То есть, как бы, только если пробежку на первом шаге дали Сергееву, но это было бы... Не было пробежки. Не было пробежки. Окей. Игроки Уникса тоже, по-моему, были немножко... Удивленные. Удивленные, да. Фолл один. Узинский успел. Аграванис. О, оттолкнул-то над себя соперника мощно. И это Павел Сергеев, который остался против него и спровоцировал фолл. Аграванис так и остается с 18 очками. Хотя трешку эту он забил с отклонением. С одной ноги. Причем он эту ногу как раз уместил ровно в трехочковую линию, чтобы засчитали три очка. Но бросок не был. Меньше двух играть. Униксу нужна просто атака. Нужно хотя бы бросок исполнить, что кроме Альюпы ничего и не было. Мансарис. Под кольцо залез. На кольцо не смотрит. Уж там огромный Элис. Получает трешку. Бросать не стал. Пять секунд остается только лишь. Еще один проход. Передача диагональная. Павел может и должен бросить. И обидно не попал. Огромный Аграванис на него вылетал. А Мансарис нерешительный парень, как выяснилось. Такая позиция была удобная. Почему ты не бьешь? Ты боишься промахнуться? Да. Считает, что его бросок не такое уж и большое оружие. Красивый разворот от Куцевериса и при этом здорово вытесняет за пределы практически всей площадки Сергеев. Но еще один подбор в атаке. Так уже и 20 подборов сделают сегодня игроки Прометеса. Мансарис. Побежали 3 в 2. Сведение. Ну-ка. Обидно. Он еще промедлил. Он ждал, чтобы два партнера были на подборе. Да, в итоге в этом овертайме только два очка набирает казанский Уникс. И получается, что... Пошла последняя минута. И получается, что Эрика Маколова-то и не хватает. Вот не хватает человека, который просто возьмет мяч. Даже от своего кольца спокойно приведет. Вес заслона, с заслоном, неважно. Найдет эти 2 или 3 очка и все, пойдет защищаться. Это, конечно, не такой уж прямо командный баскетбол, но он работает. Но вот сегодня такой опции нет. Он не работает. Нет, я имею в виду, сегодня Маколова. Он вообще не работает. Маколова нет. Маколова нет, потому что Маколом безответственный парень. Думает только о себе. Да, получается, что даже вчерашнее выступление против Олимпиакос там тоже была, конечно, проигранная концовка, но она не была такой безвольной, как сегодня. Нет, нет, нет. Больше всего в этой концовке у Уникса бросилось в глаза нерешительность. Отсутствие смелости, характера. Я не говорю про мотивацию, это пусть Прифтис думает. Это его проблема. А вот то, что нет. И получается, что самым решительным игроком здесь, на площадке у Уникса и достаточно продуктивным оказался Пашка Сергей, Павел Сергеев. Прошу прощения. Молодец он. А с партнерами, с Мансарисом надо что-то делать по поводу не попал, не попал. А когда у тебя есть ситуация, ты должен бросать. В этом отношении я всегда помню. Римусу, Куртинайтису, как-то мой папа во время игры заявил, ты бей, ты промахнешься, это я промахнусь, а попадешь ты король. Это, кстати, очень сильная фраза. Она работает. Это очень сильная фраза. 45 секунд. Да, по поводу Павла Сергеева будем надеяться, что вот эта серия матчей она поможет и самому Павлу почувствовать уверенность, и тренеру тоже покажет, что действительно он большая опция. Он не просто там какой-то запасной разыгрывающий, он большая опция в нападении, в том числе на последние минуты. Мансарес придумал себе бросок, но если хоть что-то попал. Я тебе хочу сказать, что здесь задание тренера-то было, мы защищаемся от трехочкового броска. Из-под кольца сколько хотят, пусть забивают. Да, отыграть не успеют это отставание двухочковыми. Но действительно, по поводу Павла Сергеева приятно. Все-таки как бы возраст уже, уже ему не 22 года, не 25 лет. Хочется, чтобы Павел Сергеев нашел себя. Вот он наступает за Казань второй сезон. Год назад он получал по 8 минут, вернее нет, год назад по 10 минут, а будем надеяться, что в этом сезоне будет побольше, в том числе вот в последние минуты в таких вот напряженных концовках он тоже будет выходить. У него есть определенные таланты, которые сегодня мы с вами наблюдали. Да, то есть Джамар Смит, вот то, что он пропал, это может быть и проблема для всего сезона. Потому что на Эрика Маккало мы в конце посмотреть даже не могли. А вот Джамар Смит провел начало хорошее, а потом его просто не было. Мансарис еще два. Разница 4, перехвата нет, но пытаются его организовать игроки казанской команды. Сергеев фалит. Пытался подставиться под фол в нападении, но Коцевелис... Не, 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 он фалил, и они выбрали Коцевелиса, который только что из двух один забил. просто Коцевелис тоже не шел прямолинейно, и так иначе Сергеев бы, наверное, упал, если бы была возможность, но такого шанса не было. Так, 4 очка. А в этот раз первый забил. И понятное дело, что на две атаки, а тут пять очков разница, на две атаки времени нет. Так, быстрая атака, причем прессинг использует команда Прометея, чтобы не дать нормально разыграть. Мансарис опять под кольцо? Нет, пора уже бросать, а бросать он не может. Он хотел. И Алексайс уже просто развлекается. Он сегодня создан нам с вами несколько ярких моментов. 8 секунд. Ну и, собственно, видимо, уже все, фалить уже не будут, потому что бессмысленно греки свои броски не промазали, самые главные. И они эту концовку закрыли. Обидное поражение для Уникса. Встреча закончилась со счетом 87-83. 83-87 итоговый счет этого матча. Мы призываем вас никуда не уходить, потому что уже через час финальный матч этого турнира, в котором ЦСКА сыграет с Олимпиакосом, главное блюдо. А потом в нашем эфире чуть позже будет еще и первый матч этого сезона Единой Лиги ВТБ. Зеленагура против Химок. Смотрите трансляции вместе с нами в каналах Матч ТВ. Для вас этот матч комментировали Игорь Знаменский и Владимир Гомельский. Никуда не уходите, всех ждем вас смотреть баскетбол дальше. Всего вам самого доброго.